МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Оксана Устинова. Сегодня в основном выпуске. Олимпийское собрание одобрило участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе. Горняки карьеры юбилейной добыли 200-миллионную тонну руды. Некачественная пиротехника опасна для жизни. В Якутске начались профилактические мероприятия, где торгуют фейерверками. Проверки водителей, занятых в перевозке пассажиров на межулусных маршрутах, проводятся в строгом соответствии с законодательством. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Напомним, что накануне в социальных сетях появилась информация от имени некой коллеги таксистов республики с призывом временно прекратить деятельность, так как, по их мнению, проверки ГИБДД носят характер репрессий и полицейского беспредела. Автоинспекции уверены, что у таксистов, не имеющих проблем с документами, нет причин прерывать свою трудовую деятельность и предположили, что сообщения, скорее всего, рассылаются нелегальными перевозчиками. В Москве стартуют Дни Якутии. На встрече с министром строительства и ЖКХ России Михаилом Мень обсудят вопросы реализации федеральной целевой программы жилища. В Совете Федерации, Федерального собрания и Министерстве сельского хозяйства России также пройдут Дни субъекта. В Минсельхозе состоится презентация агропромышленного комплекса республики, выставка продукций якутских сельхозтоваропроизводителей, а также встреча с руководителями региональных государственных органов и крупных сельхозпредприятий. Кроме того, будет организован круглый стол. Участники обсудят актуальные вопросы, касающиеся правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, порядки отбора инвестиционных проектов и другие темы. Между тем, Якутия получит дотацию в 2,5 млрд рублей. Правительство России поощрило 5 дальневосточных регионов за наилучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий и выделило более 4 млрд рублей, в их числе и Якутия. Отметим, поддержка от государства предоставляется бюджетом 40 российских регионов для стимулирования темпов их социально-экономического развития. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год. Олимпийское собрание одобрило участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 в нейтральном статусе. Каждый спортсмен будет принимать решение лично на основе приглашения, которое должно поступить от МОК. Решение было принято единогласно, об этом сообщает ТАСС. Напомним, 5 декабря МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпийских играх под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпиаде при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю. Комитет будет самостоятельно формировать список спортсменов. Горняки карьеры юбилейной добыли 200 миллионную тонну руды. Якутская кладовая алмаза в трубке юбилейной не имеет аналогов в мире. Она была найдена в 1975 году подо льдом озер, чего прежде не происходило. За 32 года разработки месторождение прославилось огромным количеством крупных кристаллов. На торжественных мероприятиях, посвященных юбилейной вехе, побывала наша съемочная группа. Карьера юбилейной Айхальского ГОКа. Декабрь 2017. Взрыв. И вот она, 200 миллионная тонна руды. Значимая веха для всех, кто трудится на промышленной площадке. Из 18 тысяч тонн, добываемых ежесуточно на алмазном гиганте, это сегодня юбилейная. Для нашего коллектива и для меня выпала честь загрузить 200 миллионов тонн руды. Ну, это большое событие. Право погрузки и вывоза руды из недр карьера было предоставлено одним из лучших работников. Везет Кимберлит водитель Юнитрика Евгений Угрюмов. Работаю в карьере с 2001 года, 16 лет получается. Ну, конечно, за такое время приятно вывести эту юбилейную тонну руды. Поднимаясь по серпантину этого величественного творения человеческих рук, горного амфитеатра, тяжелогрузный самосвал везет руду с самого дна карьера. Сейчас его глубина 405, а в перспективе 720 метров. На сегодняшний день проводятся колоссальные геолого-разведочные работы с привлечением подрядной организации, после чего будет дана экспертная оценка. И не исключено, что в ближайшем будущем начнется строительство рудника, и мы перейдем после отработки открытым способом, планово перейдем на подземный способ отработки. Несмотря на минус 45 и ледяной ветер, праздничный митинг состоялся возле бункера фабрики номер 14. Это событие стало итогом тысячи работников карьеры юбилейной, автобазы технологического транспорта, ЦРГТО, ну и, конечно же, обогатительные фабрики 14. Ура! 200 миллионной тонни руды! Пыть! На торжественном собрании были вручены памятные подарки. Казаченко Сергей Сергеевич, главный инженер карьера юбилейной. Отработка карьера открытым способом продлится до 2034 года. Под карьерные запасы юбилейного, а по прогнозам это около 70 миллионов карат, обеспечат Айхальский ГОГ сырьем до 2055 года. А значит, впереди еще не одна юбилейная тонна. Светлана Угрюмова, Сергей Маркин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Горном Улусе введен первый коровник с автономным газовым котельным с мощностью 98 киловатт. Объект находится в трех километрах от села Асума. В коровнике зимует 100 голов крупного рогатого скота. Ранее он отапливался каменным углем и дровами. На это уходило порядка 80 кубов древесины и 80 тонн угля. Расход был значительным. В самом хозяйстве уверены, что газовое отопление намного сэкономит расходы на отопительные нужды. В республике, где приходит газ в селах, где есть коровники, комплексы, мы обязательно его газофицируем. Отопление это дешевое и потом оно еще универсальное и более легкое, скажем. Потому что если нет газовых сетей, если нет газа, тогда надо приобретать дрова, уголь, содержать кочегара и так далее. Поэтому очень затратно. В преддверии новогодних праздников начались профилактические мероприятия, где торгуют фейерверками. О мерах безопасности и правилах пользования пиротехникой расскажет Евгений Тайтонов. Фитиль надо поджигать на расстоянии вытянутой руки, удаление 7-10 метров от капитальных строений, от кабелей и опоры электропередачи. Только после такого инструктажа продавцы пиротехники реализуют свой товар. В преддверии новогодних праздников желающих устроить веерверк немало. Для обеспечения безопасности покупателя весь продаваемый товар должен быть надлежащего качества. Товары, как правило, у нас все по требованиям хранятся отдельно. На витринах всегда вывешивается муляж. То есть установлен муляж, который каждый гражданин может попросить показать, чтобы проверили срок годности и наличие сертификата. Как уверяют сами продавцы, пиротехнику можно хранить в теплом или в холодном помещении. Самое главное при транспортировке и хранении изделие не должно быть перевернуто. Заряд, он расположен так вот, ну, снизу вверх получается, да, заряды расположены. И направлены, то бишь, если его перевернуть, то заряд может как бы немножко потерять свою компрессию. Что приведет к недолету до нужной высоты пиротехнического заряда. Что может как бы последствия привлечь травмам и прочим неприятным последствиям. Помимо этого, каждый продукт должен иметь сертификат соответствия пожарной безопасности. А каждый гражданин обязан соблюдать правила пользования пиротехникой. Для использования пиротехнических средств необходимо выбрать такую площадку, чтобы в радиусе 100 метров не было жилых домов, гаражей, каких-либо построек. Также их нельзя запускать под линими электропередач. Запрещается и статегорически запрещается использовать пиротехнические средства несовершеннолетним детям. Запускать пиротехнику рекомендуется только в отведенных для этого местах. В настоящее время администрация Якутска проводит подготовку площадок мест для запуска фейерверка населением. Евгений Тайтонов, НБК «Саха», Якутск. Ансамбль «Эндекен» Силахат Истыр вышел на международную арену. Юные артисты приняли участие в конкурсе «Адмиралтейская звезда» в Новосибирске. Мальчишки и девчонки, покорившие сердца зрителей, вернулись множеством наград. Дипломы лауреатов и наградные медали, завоеванные юными артистами школы номер 20 села Хатыстыр, являются предметом гордости села Наслега и всего Алданского района. Известный в Якутии ансамбль «Эндекен» недавно вернулся из города Новосибирска, где проходил 65-й международный конкурс «Адмиралтейская звезда», собравший сотни коллективов и тысячи участников. Хатыстырцы представили мастерство в номинациях народного вокала, народного танца, художественного слова и театра мод. Решимость была, конечно, хорошо выступить, но мы не надеялись на то, что жюри так по-доброму отнесется к нам. Наших мальчиков, которые прочитали монолог богатырей из эвенкийского немнакана «Сонинг де Волчан», они так сказали, вот дословно, это очень колоритные ребята, очень естественные, вот они выступают так, как они живут. В номинациях разговорного жанра театра мод, вокала и хореографии артисты ансамбля «Эндекен» стали лауреатами первой степени. Также в номинации танца ребята заняли третье место. Восхитило школьников столицы Сибири. В гостинице четырехзвездочном жили, да, очень красиво, там прям в сердце хватило. Безусловно, любой конкурс бесценен прежде всего обменом опыта. Между тем, заведенные хатыстырцами в новосибирске знакомства имеют в основе перспективы долгосрочного сотрудничества. На мэтров искусства неизгладимое впечатление произвела эвенкийская культура. Члены жюри выразили желание с нами сотрудничать в дальнейшем. Мы обменялись телефонами и вот в основном работать с нашими мастерами, с теми, кто шьет национальные наши костюмы. Победы, как известно, окрыляют. Идей у артистов масса и над их воплощением в жизнь они готовы работать, чтобы всюду представлять родное село, район и республику столь же достойно и ярко. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачевный, Кризаливин, НВК Саха, Алдан. Смотрите сегодня вечером в нашем выпуске. Сколько ждать автобус на остановке и что делать, если так и не дождался? Об этом и о других проблемах перевозки пассажиров смотрите в репортаже нашего корреспондента. Кто и как проверяет качество овощей и фруктов, узнавала Марьяна Кутукова. Сегодня в столице России начались дни Дальневосточного региона. Наша республика представит москвичам лучшую местную продукцию и обширную культурную программу. Развитие событий вы узнаете в наших следующих выпусках. До новых встреч!